Привет! Сегодня, как обычно, о новостях Германии и Европы. Сегодняшний выпуск начнем со срочной новости. В Германии снова произошла трагедия. В Германии солдат Бундесвера застрелил четырех человек. Это произошло в немецкой Нижней Саксонии в ночь на пятницу. Полиция Ротенбурга и прокуратура Вердена заявила, что, к сожалению, среди погибших есть ребенок. Места преступления расположены в разных населенных пунктах. И мотив убийства может быть связан с личными отношениями подозреваемого. По последней информации, погибшими являются бывшая девушка подозреваемого, ребенок бывшей девушки, новый партнер бывшей девушки и его мать. Официально это еще не подтверждено. По данным следствия, подозреваемый сдался вскоре после смертельных выстрелов и был задержан полицией. Полиция продолжила работать многочисленными силами в пострадавших населенных пунктах. Прокуратура пока не предоставила никакой информации о том, принадлежит ли оружие подозреваемого Бундесверу. Но, к сожалению, не только в Германии сегодня произошли такие трагические события. Автомобиль въехал в толпу в центре Щецена в Польше. 12 человек получили тяжелые травмы. Как сообщает местное телевидение, водитель скрылся с места происшествия. Вот такая ужасная ситуация. А тем временем общественный транспорт в Германии парализовала забастовка. Автобусы, трамваи и поезда метро остановились в пятницу на большей части территории Германии, что стало кульминацией недели поэтапных забастовок работников общественного транспорта. Забастовки, организованные профсоюзом Верди, охватили 14 из 16 земель страны, включая Берлин. В столице они должны завершиться в 14.00, но в других городах они продлятся до субботы. Суциальных сложностей добавляет то, что в пятницу акции совпали с климатическими протестами с призывами к экологически чистому транспорту в более чем 100 городах, организованными организацией «Пятницы за будущее» и другими группами зеленых активистов. Это была вторая волна почти общенациональных забастовок в общественном транспорте за последние недели. Организованных профсоюзом Верди, который представляет около 90 тысяч работников из более чем 130 муниципальных компаний. Профсоюз Верди заявил, что текущие переговоры по контрактам с работниками общественного транспорта зашли в тупик, поскольку он настаивает на сокращении рабочего времени и увеличении отпусков. Берлинский оператор общественного транспорта назвал забастовку ненужной и полностью преувеличенной. Столкнувшись с постоянно высокой инфляцией, крупнейшая экономика Европы стала свидетелем череды забастовок, которые также повлияли на авиаперевозки и железную дорогу. Вскоре пассажиры могут столкнуться с новыми забастовками на железной дороге. После того, как в четверг вечером провалились многонедельные переговоры между профсоюзом машинистов поездов и Deutsche Bank. Большое количество забастовок и протестов в последнее время в Германии создают серьезные проблемы в жизни жителей страны. Но никак не мешают рекордному повышению зарплат депутатам Бундестага. Депутаты Бундестага с 1 июля получат рекордное за почти 30 лет повышение заработных плат. Выплаты увеличатся на 6%, до 11 227 евро в месяц. И это самый большой рост 1996 года. Это означает, что зарплаты парламентариев увеличатся почти на 635 евро. И впервые депутаты будут зарабатывать свыше 11 000 евро в месяц. Зарплата председателям Бундестага вырастет на 1 271 евро, до 22 454 евро, а заместителей на 953 евро, до 16 840 евро. Главы парламентских комитетов будут получать 12 911 евро, что на 731 евро больше, чем в настоящее время. Вот такая интересная ситуация получается. А тем временем Шрёдер считает, что в мире сейчас правят управляемые конфликты и хаос. Экс-канцер ФРГ призвал приглушить идеи, которые ведут к столкновению культур. Об этом он заявил на конференции по инновациям в пищевой промышленности в Дубае. Текущая глобальная политическая ситуация определяется управляемыми конфликтами и хаосом. К сожалению, сегодня в мире звучит много голосов, призывающих к столкновению культур. Мы должны приглушить такие идеи. Разговор о столкновении культур лишь способствует экстремизму. Гораздо лучше подчеркивает то, что объединяет культурой, продвигает то, что нас объединяет, заявил Шрёдер. По его словам, люди хотят жить в атмосфере мира справедливости и терпимости. Поэтому общей ответственностью является строительство мостов между культурами и религиями. При этом развитие мировой экономики оказывает огромную нагрузку на природу и природные ресурсы. И эти последствия чувствуют все, вне зависимости от вероисповедания. Как будет выглядеть мир через 30 лет? Будут ли наши дети и внуки жить в мире, где полно конфликтов за ресурсы и природных катастроф? Или же мы вместе найдем позитивный путь к созданию нашего будущего? Я убежден, что мы можем это сделать, если захотим, отметил политик. Германия приняла решение и неоднократно ломавшийся правительственный самолет ФРГ распродадут по частям. За его поломки министр иностранных дел Аналена Бербак в 2023 году отменила поездку по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Самолет, получивший название Конрад Эденауэр, эксплуатировался более 10 лет. Его двигатели исправны, многие другие детали также находятся в хорошем состоянии, указали в компании. В этом самолете летали, среди прочего, экс-канцлер Ангела Меркель, бывший глава МИД Хайка МАЗ, президент Франк-Вальтер Штанмайер, канцлер Олаф Шольц и действующий министр иностранных дел Аналена Бербак. Он оснащен конференц-залом, ванной комнатой, рабочим кабинетом, который может быть трансформирован в спальню, отсеком бизнес-класса для сопровождающей делегации, а также сидениями эконом-класса для журналистов. Самолет перестали использовать осенью 2023 года, после того, как он неоднократно ломался во время зарубежных поездок представителей германских властей. Так, 15 августа прошлого года глава МИД ФРГ сообщила, что вынуждена полностью отменить поездку из-за поломки правительственного самолета. До этого министр дважды пыталась улететь в Австралию из Абу-Даби, однако возвращалась обратно из-за технических дефектов самолета. Ну и заканчивать выпуск будем природной катастрофой в Техасе. Масштабный пожар вышел из-под контроля и стал крупнейшим пожаром за всю историю штата. По последним данным, в результате пожара в Техасе погиб один человек. Губернатор штата Грег Эббот вел чрезвычайное положение в 60 округах в связи со стихийным бедствием. Пожар перекинулся на соседний с Техасом штата Клахома, где огнем охвачены 115 тысяч акров, и это 46,5 тысяч гектаров.